Продолжаем наш выпуск. Школьные каникулы – время долгожданного отдыха для любого ученика. Чем занимаются школьники Воткинска? Подробности в нашем сюжете. В школах Воткинска закончилась третья четверть и начались последние. Перед заключительной учебной четвертью весенние каникулы. Чем занимается у вас ребенок в каникулы? Гуляет, отдыхает, книжки читает. Гуляем, ходим в Киевси, в кино ходим. Гуляет, играет, чаще бывает. Да и больше часть компьютера сидит. У другой бабушки в деревне, за городом, потому что их там трое внуков, и им очень весело. И, конечно, мероприятие в город. Ну как чем? У нас, конечно, здесь мест нет, где заниматься детям. Все платно? На улице больше, наверное, занимаются. Мы занимаемся. Чем? Учишься? Да. Даже в каникулы? Пишу и читаю. Завтра будем заниматься чем-то, в кино пойдем. А пока дети отдыхают и развлекаются в весенние каникулы, выпускникам не до веселья. На носу экзамены, от которых зависит будущее. Ульяна Неганова – выпускница 11 класса. И эти каникулы она проведет за учебниками. Я буду готовиться к ЕГЭ. У нас после каникул сразу будут пробники начинаться, уже городские, с выходом, то есть полностью репетиция ЕГЭ. На кого планируешь поступать? Хочу на архитектора или строителя. Я закончила художественную школу, и мне это очень интересно. Чтобы поступить на желаемую специальность, Ульяне необходимо сдать физику на высокий балл. Так как пороги сейчас повышают, а бюджетные места сокращают, поэтому большой конкурс. А вот Илья готовится сдавать экзамен по истории и обществознанию. Хочу поступать на юриспруденцию, ну, предпочтительно будет, если поступлю на прокуратуру. Почему именно такой выбор? Ну, считается самым таким престижным из всех, из всего числа профессии юриспруденции. А мы, в свою очередь, советуем школьникам хорошо отдохнуть и с пользой провести время. А выпускникам желаем удачи как на пробном, так и на основном ЕГЭ. Кстати, первый экзамен будущие абитуриенты напишут по русскому языку. Он состоится 6 июня.